Великобритания хочет наложить арест на счета Казахстана на 600 миллионов фунтов стерлингов за, в кавычках, расстрел протестующих Такаевым. Добрый день, дорогие друзья! Хорошего настроения, хорошего самочувствия. Внимательно анализируя то, что сейчас происходит вокруг Казахстана, можно понять, что будет происходить, вполне вероятно, и с Российской Федерацией. Еще не производилось никаких расследований, нет никаких доказательств. Такаев делает какие-то заявления о том, что 20 тысяч террористов вторглись, и они были такие подготовленные, и они даже выкрадывали трупы своих павших бойцов из моргов и уносили их с поля боя. В общем, очень оригинальные заявления. С другой стороны, у протестующих нет никаких явных лидеров, непонятно с кем вести диалог, непонятно кому верить. По стране гуляет огромное количество слухов, мне присылают якобы данные очевидцев, но по разговору понятно, что человек просто собрал все слухи и сплетни, которые он слышал. И они плюс-минус похожи на то, что говорили по телевизору. То есть это просто в воду кидается камень, пошли круги, и вот мы про эти круги обсуждаем и обсуждаем, они уже 20 раз от стенок отразились, это уже совсем не та картина, что была, когда камень падал в воду. Вот слухи и сплетни сейчас правят информационным пространством. Ничего не понятно. А англичане уже готовы арестовать 600 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно миллиард долларов. На каком основании? А вот на каком. Они используют эту возможность, чтобы прикарманить деньги. Вопрос финансов сейчас стоит очень остро. Во всем мире надвигается глобальный кризис. Почему бы не прибрать к рукам денежки Казахстана? С Россией наверняка будет то же самое. Вот сейчас конкретно свеженькая новость. Помните же наверняка нашумевшее интервью путинского друга, олигарха Пугачева, украинскому журналисту Гордону. И там три часа Пугачев рассказывал, кто на самом деле такой Путин, как принимаются решения, что Путин там глупенький, и то все пятое-десятое. В общем, это очень мощно обсуждалось. Сейчас становится понятно зачем. Оказывается, он судился, и сейчас он проиграл суд. Это интервью было дано не чтобы сделать какое-то разоблачение, рассказать миру и обществу о том, кто такой Путин, или что-нибудь такое. Нет. Он просто пытался показать, какой он важный человек для Запада. Что он связан с Путиным, что он может слить много ценных сведений и все остальное. Ну, примерно так это все представляется. Беглый миллиардер и экс-сенатор Сергей Пугачев проиграл России суд на 14,5 миллиардов долларов. То есть, сейчас у Казахстана, ни у конкретного олигарха, ни у семьи Назарбаевых, которые вывезли гораздо больше. И это 600 миллионов фунтов стерлингов, это только верхушка айсберга. Основная часть, мы даже не знаем, сколько там сейчас из них выколачивают иностранные спецслужбы и правительство, банковская система. Вот один беглый миллиардер Пугачев проиграл суд на 14,5 миллиардов долларов. Высший суд Испанского Мадрида окончательно отклонил претензии Пугачева к России о возвращении ему более 14 миллиардов долларов. Также опального олигарха обязали возместить России расходы на разбирательство в сумме почти 6 миллионов долларов. То есть, он еще и должен оказался. Находящийся в бегах Пугачев обвиняется в мошенничестве и присвоении 28 ярдов клиентов, основанного им Межпромбанка. Пугачев и его адвокаты считают, что все обвинения в его адрес политически мотивированы и юридически необоснованы. Пугачев дал несколько скандальных интервью, в которых рассказывал о своих взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь выдать свое уголовное дело за политическое преследование. Не получилось. 14,5 ярдов утекли. Между тем, стоит обратить внимание, что происходит с семьей Назарбаева. У дочки нашли личный самолет и особняк в Лондоне. Всего она вывезла из Казахстана более 300 миллионов долларов. 300 миллионов долларов – это весьма солидная сумма. Если пересчитывать в рублях, это получается по нынешнему курсу, умножаем на 7, это получается 21 миллиард рублей. Далеко не у каждого российского олигарха есть такие деньги. А это только один и, судя по всему, не самый главный представитель клана Назарбаевых. Младшая дочь Алия купила особняк в Лондоне за 900 миллионов рублей, личный самолет Challenger Bombardier за 2 миллиарда рублей. 41-летняя Алия приобрела дом в Хайгейте на севере Лондона с целью получения вида на жительство в Великобритании. И самолет Challenger Bombardier после того, как поручила двум финансовым консультантам перевести деньги в офшорные трасты и компании из Лихтенштейна на Британские Виргинские острова, которая также включала приобретение недвижимости в Дубае за 14 миллионов долларов. Произошло это еще в 2006 году. Всего Назарбаева перевела из Казахстана 312 миллионов долларов. А что российская элитка? Вы знаете, все-таки надо отдать должное. В России есть некие места, куда наши депутаты, судьи, олигархи хотя бы часть своих средств вкладывают. Под Москвой это место называется Рублевка, Барвиха, Новая Рига, Новорижское шоссе. То есть есть какие-то точки, где покупаются дорогущие особняки, коттеджи. Они, по крайней мере, в России находятся. В каждом регионе местная элитка, местное начальство тоже строит себе такую свою мини-рублевку. Какое-то выбирается хорошее местечко. Там отгрохиваются особняки усадьбы. Там проводятся всякие корпоративы, дни рождения. Ну, в общем, в каком бы вы регионе ни жили, наверняка вы знаете, как у вас называется аналогичное место. Можете в комментариях написать, из какого региона как называется. Потому что я, честно говоря, вот мы делали расследование тогда, я публиковал про Рязань. Там у них была какая-то улица такая специфическая. В Красноярске там тоже, на побережье крупных рек, там строятся такие особнячки. В общем, везде своя специфика. Но хотя бы часть денег, она остается в стране. То есть, есть понимание, что на Западе могут отобрать. В Казахстане, судя по всему, настолько большой был выбор, куда деньги вывезти, куда припрятать, что в стране, я так понимаю, вообще ничего не оставалось. Вот у них часть в Дубае, часть в Лондоне, часть в офшорных зонах, часть в Америке, часть на Лазурном побережье. Вице-спикер Госдумы от «Единой России», пропагандист и главный единоросс города Москва Петр Толстой вместе с новой женой Лидией Буквиновой оказались владельцами почти 200 гектаров земли. Сам Толстой владеет участком в 162 гектара в Иловинском районе Волгоградской области. Его супруге принадлежит 10 участков Калужской области общей площадью 32 гектара. Вы представляете, 200 гектаров, это же можно обеспечить себя продовольствием очень успешно. Их рыночная стоимость может составлять десятки миллионов рублей. В апреле 2020 года Лидия Буквинова, на которой Толстой женился в 17-м году, стала собственницей участка и большого дома в подмосковном поселке Вешки. Сопоставимые по размеру дачи по соседству продаются по ценам от 50 до 100 миллионов рублей. Буквиново также увлекается лошадьми. Ей принадлежат как минимум 3 породистые лошади. Билибин 2 донская порода, ностальгия чистокровная арабская и прометей тракиненская. В 18-м году Толстой, судя по задекларированным доходам, стал самым богатым депутатом Госдумы. За год он заработал около 22 миллионов рублей. Ну, это имеется в виду именно зарплата, потому что мы знаем, что у нас есть депутаты, которые имеют, мягко скажем, отношение к угольной отрасли, к золотодобывающей отрасли. И, конечно, никакие там 20 миллионов рублей с их миллиардными доходами рядом не стояли. На этом всем фоне очень полезно вспомнить, собственно, о российской олигархе. То есть, да, мы видим, в Казахстане начались потрясения. Элитка, кошельки Назарбаева побежали. Семья, клан, родственники Назарбаева побежали. Выясняется, вот у них тут припрятаны деньги, тут припрятаны деньги. Лондон уже начинает накладывать на них руку, причем не только на ворованные деньги олигархов, но даже на вполне себе официально, законно заработанные, вывезенные за рубеж государственные займы. Это государственные деньги, которые отправлены в самые честные и надежные британские банки. Миллиард долларов. Даже на него накладывают лапу. Напоминаем немножечко предыстории. Когда шесть лет назад под западный пресс угодил Сулейман Керимов. Сулейман Керимов это владелец, по крайней мере, смотрящий над крупнейшей российской золотодобывающей компанией «Полюс». Полюс золота. Он является сенатором, то есть заседает при Валентине Иване Матвиенко в Совете Федерации. И является и олигархом, и политиком, то есть со всех сторон он защищен. В какой-то момент, оказавшись во Франции, его взяли под белые рученьки, и он не мог никуда вылететь, он оказался арестован. Когда это произошло, нашим богатеям казалось, что это досадное исключение. Но Керимова не спасли ни связи во Франции, ни его миллиарды, ни даже статус сенатора. Французы вообще глумились над ним, как хотели. Увеличили сумму залога с 8 миллионов евро до 40 миллионов евро. И лишь посмеялись над коллективным письмом, подписанным в поддержку Керимова 13-ю российскими кавалерами французского ордена почетного легиона. Вот, кстати говоря, у Франции есть почетный легион. Французский ордена — это международная структура сетевая. Человека могут принять за какие-то успехи, за какие-то заслуги. И он станет таким себе мягким агентом влияния Франции. У него будут вот такие связи, он будет чувствовать себя важным человеком. А если к нему придут и о чем-то попросят, он, скорее всего, не откажет в помощи своим французским друзьям. Почему-то у России нет ничего похожего. Есть ориентированные на Запад масонские структуры. Есть агентуры влияния ЦРУшников, МИ-6. Я вот не знаю, наша разведка, она вообще кого-то вербует? У Ватикана, у Британии у них есть тоже орденские структуры. Вот у Франции орден почетного легиона, Мальтийский орден, разные другие ордена. Британцы делают дворянами, раздают титулы, делают рыцарями. Это тоже считается крайне почетно. Люди мечтают стать рыцарем, войти в мировую элитку через британскую ее часть. А у России есть вообще какое-то желание обрастать агентурой влияния? Ну, в общем, это отдельная грустная тема, что мы ни хрена не делаем. Итак, гоняли Керимова почем зря 2,5 года, когда не удалось доказать, что его вилла на Лазурном берегу приобретена на подставное лицо. Предъявили новое обвинение в уклонении от уплаты налогов после покупки нескольких вилл на мысе Антип. Это очень круто, потому что до сих пор постоянно появляется информация о том, что наша элитка купила себе недвижимость во Франции, в Италии, в Испании и так далее. За это же тоже предъявляют. Особенно если ваши виллы оформлены не на вас лично, а на каких-то подставных лиц. Это считается нарушением, это считается попыткой уклониться от уплаты налогов. Рано или поздно придут ко всем нашим депутатам, ко всем коррумпированным судям, ко всем нашим коррумпированным прокурорам и спросят, дружочек, это что такое? Огромная доля нашей так называемой элитки находится под колпаком у запада. Чего вы все смотрите на Казахстан и говорите, ой ты господи, вы посмотрите, арабские наемники, джихадисты, ваххабиты. У нас-то элитка что будет делать в случае такого кризиса? Если за два дня перед этим им позвонят и скажут, слышь, счет такой-то, в банке таком-то. Будешь делать то, что мы скажем, сделают все. Напрасно адвокаты Керимова рвали на себе брендовые рубахи, доказывая, что их подзащитному в судах не смогли предъявить ни одного внятного обвинения. Как ернически отметила пресса, необоснованные претензии бывшего прокурора города Ниццы привели к санкциям в отношении Керимова со стороны управления по контролю за иностранными активами Минфина США. А лишь в мае этого года Керимову удалось отбиться от всех нападок и один Аллах в курсе, чего и сколько это ему стоило. Кто-то говорит миллиард, кто-то говорит два. С 1990 года из России был вывезен на Запад 1 триллион долларов. Если пересчитать на рубли, это нереально большая сумма. Нереально большая. Сейчас в среднем вывозится 30-40 миллиардов долларов каждый год. Правда, последние годы, вот 18-19-20, отток усилился. Вывозится 60-80, под 100 миллиардов долларов в год. То есть в сумме вывезено уже 1,5-2 миллиарда долларов. Точные цены, конечно, никто не знает. Если бы наши воротилы умели читать и понимать прочитанное, они бы, возможно, могли предсказывать будущее, свое собственное во всяком случае. Вот, к примеру, что они могли бы прочитать в свежем докладе Атлантического совета. Цитата. Деньги российских миллиардеров могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности США, поскольку они могут быть использованы и направлены Кремлем на шпионаж, терроризм, промышленный шпионаж, подкуп, политическое манипулирование, дезинформацию и на выполнение других подрывных задач. Если так, то желание Запада перебрать к рукам российские деньги вполне объяснимо. Ну то есть они уже политически? Стратегически по полочкам разложили и обосновали, что любые деньги Российской Федерации можно и нужно арестовывать, потому что они представляют для Запада угрозу. Все деньги частных лиц и Российской Федерации как государства при малейшей необходимости будут заморожены, арестованы, конфискованы. Это уже прописано черным по белому. Они могут использоваться для шпионажа, терроризма и всего чего хочешь. Не понял намеков миллиардер Олег Дерипаско, хотя его, говорят, предупреждали чуть ли не на самом верху. Итог, тем не менее, оказался плачевен. Адвокат миллиардера Эрик Феррари заявил, что с апреля 2018 года всего за полтора года бизнесмен потерял 81% своего состояния. Даже те компании, где Дерипаско сохраняет право собственности или контроль, сталкиваются с финансовым крахом, так как банки отказываются продлевать им займы, поставщики расторгают контракты, партнеры прекращают дальнейшие сделки, цитирует РБК судебные документы. Немаловажный момент. Дерипаско лишился значительной части активов, которые он вынужден был уступить американцам, но при этом он до сих пор фигурирует в западных санкционных списках. В 2018 году Форбс оценивал состояние Дерипаски в 6,7 миллиардов долларов. Нынче же от него осталось меньше половины – 3 миллиарда долларов. А в мировом рейтинге миллиардеров Дерипаско уронили с 248 места на 908. То есть у нас нашумевшая фамилия – Дерипаско. Олег Дерипаско. Ну прям такой себе деятель, такой активный. Один из главных олигархов ельцинского клана, семьи. А тут выясняется, что в мире у него всего 908 место. Теперь, похоже, подошла очередь Виктора Виксельберга. Форбс пишет, что после введения новых санкций США швейцарские банки заблокировали на счетах российского миллиардера более миллиарда долларов. До Дерипаски, конечно, далеко, но лиха беда начала. Журнал оценивает состояние Виксельберга в 10,5 ярдов, так что Западу есть где разгуляться. А давление лишь нарастает. Проигранный накануне суд фактически перекрыл Виксельбергу доступ к швейцарским активам. Надежные швейцарские банки, говорите? Вот только надежные они явно не для всех в равной мере. Не верите? Поинтересуйтесь при случае у Виксельберга. При этом совсем уж замечательно, что швейцарский банк Юлиус Байер, выступавший ответчиком по иску, отказывает олигарху в доступе к его же активам, номинированным в долларах ценным бумагам, из-за санкций США. Наши, мол, ручки, вот они, мы ни при чем. Это варварство в 21 веке, горячится Виксельберг, столкнувшись с такими нечеловеческими проблемами, принимать такие решения. То есть американцы попросили надежные швейцарские банки, независимые, которые всегда занимают, придерживаются нейтралитета. Америка попросила, швейцарские банки тут же взяли под козырек и сделали все как надо. Миллиард долларов Виктора Виксельберга, российского олигарха, владельцы группы компании «Ренова», которая много чем занимается и производствами всякими. Прошу прощения, эти же компании занимаются услугами ЖКХ во многих регионах, особенно в Поволжье. Возможно, именно его компаниям вы платите за свет, за газ, за воду, за все остальное. Все вышесказанное касается не только российских богатеев. В равной мере под Западом ходит вся постсоветская элита. Те, кто перестает быть лояльным, либо просто доят до полного истощения в имени, либо доят предварительно крепко примотав веревкой. Пример украинский миллиардер Дмитрий Фирташ. Тем более, что на Западе о состоянии российских корейка знают намного больше, чем у нас. Наши-то черпают знания в основном из налоговых деклараций. А потом пресса сообщает. В Думе у нас 15 богатеев, в Совете Федерации 10. И перечисляют поименно. Миллиардеры-единороссы. Леонид Симоновский, Сергей Веременко, Андрей Скотч, мультимиллионеры, Александр Некрасов, Николай Борцов, Григорий Аникеев и так далее. Но вот швейцарский банк Credit Suisse, публикуя ежегодный отчет, поправляет. Больше, мол, в два раза больше. При этом у Credit Suisse вообще все по полочкам, как в швейцарском банке. И что на конец прошлого года в России было 246 тысяч долларовых миллионеров. Причем 3 тысячи из них владели активами стоимостью более 50 миллионов. Знают, сколько на самом деле они по декларациям богатых людей в правительстве, в Совете Федерации. Кто и где держит деньги, в какую страну наведывается в разгар пандемии на каком-нибудь малоприметном украинском бизнес-жете, чтобы пересчитать нажитое непосильным трудом. Им иностранцам это интересно. Странно другое, что этим, похоже, не слишком интересуются российские компетентные органы. Иначе списки богатых при власти могли бы быть вдвое длиннее, как минимум вдвое. Вот и выходит, что сакраментальная фраза Бжезинского «это еще ваша элита или уже наша» актуальности ничуть не утратила. Как и прежде, российские богатые предпочитают держать свои капиталы и семьи на Западе. Но ведь у кого деньги хранятся, тот нами и правит, разве нет? Штату указали Дерипаске, как ему выйти из-под санкций. И он немедля взял под козырек. Сказали «отдай», он и отдал. Но если нашими воротилами манипулирует Запад, а те в достаточной мере представлены во власти, что же выходит? Запад имеет возможность манипулировать российской властью? Или даже манипулирует ею? Лет 10 уже ведутся досужие разговоры, что пора бы в верхушке вернуть все на родину. Да только воссыны не там. Какие бы законы не принимались, какие бы поправки в Конституцию не вносились, В Россию по-прежнему скорее привезут все ядерные отходы мира, чем богатее своих детей и свои капиталы. И даже системное раскулачивание их Западом не меняет ситуации. Мол, пусть лучше Запад залезает в карман, чем Родина. Дорогие друзья, ну как вам? По-моему, статья крайне актуальная. Все, что мы наблюдаем, соответствует этим представлениям. Да, мы смотрим на Казахстан, мы видим, что там происходит. Огромные средства, которые элитка вывозила из страны, потеряны навсегда. Вот что вывезли в Дубай, что вывезли на Лазурный берег, в Лондон, было конфисковано, арестовано, или в ближайшее время будет арестовано, конфисковано, потому что никто же не дураки. И эти люди будут объявлены государственными изменниками, преступниками в Казахстане. Казахстан за них впрягаться точно не будет. То есть эти люди скитальцы. За них теперь никто не впишется, никто не вступится. Они никому не нужны. Значит, их грабить абсолютно безопасно. И, конечно же, их будут грабить. Соответственно, миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, которые украдены у народа Казахстана, украдены навсегда, потеряны навсегда. Еще грустнее думать о том, что, так как народные протесты захлебнулись, и теперь там вообще непонятно, что за разгул бандитов, мамбетов, иностранных террористов, как говорит власть, что там вообще происходит, непонятно. Значит, олигархический режим чувствует себя прекрасно. Вместо старых сбежавших олигархов сейчас появятся новые. И будут точно так же доить страну, доить народ Казахстана. Это самое грустное. В России произойдет то же самое. Все основания, чтобы этот сценарий повторился и у нас. Наша элита полностью подконтрольна, полностью зависимая. Ну, 5 или 10 процентов своих капиталов они оставили в России. Они купили дома на Рублевке в центре Москвы и в других таких престижных местах. А основные деньги вывезены в другие страны. На случай, вдруг поссорюсь с каким-нибудь ФСБшником, и он попытается взять меня за жабры, что же мне делать-то? Надо будет сбегать из страны. И вот они вывозят за границу свои непосильным трудом нажитые. В любой момент это будет отобрано. В любой момент это будет использовано для шантажа. Понимает ли это кто-то в Кремле? Да они там все такие же. Вот главная проблема. Мы абсолютно подконтрольны, мы абсолютно зависимы. И кто у нас говорит там о патриотизме? Спасибо за просмотр, друзья. Что думаете, пишите в комментариях. Вместе мы сила, вместе мы победим. До новых встреч. Пока.